Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Привычная репетиция, но с большим усердием. Так артисты балета готовятся к новому гастрольному маршруту. Последние три года они пытались попасть в программу больших гастролей, но не удавалось. В этом году Росконцерт все же обратил внимание на молодой коллектив. Это усилие всех десяти лет, потому что когда рождается коллектив, и он представляет культуру своего региона, у коллектива существуют этапы взросления, составления своей программы, материально-техническая база обязательно должна быть крепкая. Слава Богу, в этом отношении нам правительство очень сильно помогает. И коллектив, встав на такие молодые ноги, сразу попал в крепкие руки и поддержки министерства, правительства и поддержки в творческой среде. Танцоры до сих пор под впечатлением, говорят, для любого артиста гастроли за пределами региона это большие возможности и ответственность. Люди тебя там не знают. Они придут смотреть на новый коллектив, на новые номера, которые, возможно, для них непривычны. И ты через свое искусство, через свою пластику должен донести до них смысл того, что ты сейчас показываешь, чтобы зритель ушел наполнен. Это очень ответственно. Это значит, что ты должен быть в классе дольше, чем обычно. Совмещается большая ответственность, как представление Алтайского края, где-то уже там, далеко. И огромное наслаждение, потому что сейчас мы несем свою культуру, свое творчество, которое делаем здесь, в нашем крае, несем его людям куда-то дальше. И там, это как бы обмен опытом. Мы привозим им свое искусство, свой опыт, свое творчество, и тем самым, как бы, объединяем страну, получается. Вокалисты ансамбля своей радости тоже не скрывают. Говорят, за время пандемии сильно соскучились по дальним поездкам. Осваивать какие-то новые глобальные округи, и, конечно, это было... Очень для нас это волнительно. Сейчас, в принципе, любая поездка и любое выступление очень хорошо, потому что в связи с этими заболеваниями, коронавирусом, сложно. С выступлениями стало их мало, и поездок вообще очень мало. А попасть вот в такую большую программу с господдержкой, это очень многое значит и очень интересно. Первый город в маршруте больших гастролей – Биробиджан. Туда артисты Алтая отправятся уже в конце марта. Вы знаете, интересно, в Биробиджане даже есть памятник Шалому Алейхому. Это автор этого произведения, по которому поставлен наш спектакль. И очень интересно будет посмотреть. И вообще, я думаю, что этого спектакля в Биробиджане не было и не ставил никто никогда. Это будет такой эксклюзивный балет. Коллеги по творчеству и сцене ансамбля «Гоньки» тоже готовят концертную программу. И уже скоро они отправятся покорять «Золотое кольцо России», чтобы поделиться культурой и искусством Алтайского края с пока еще незнакомым зрителем. София Иценко, Вадим Быстревский. День с толком.